С нами новоселье ближе. Для вашего внимания предлагается жилой комплекс «Дискавери» строительной компании «Зеленый сад», который находится в московском микрорайоне города Рязани. Расположен недалеко от автовокзала, улица Мервинская. Данный комплекс представляет собой две секции, 25 этажей, верхний этаж с трехметровыми потолками, с первого по 24 этаж, высота потолков 2,75 метра. В данном комплексе будет предусмотрено 542 квартиры, на этажах кладовые, подземный паркинг, гостевая парковка, благоустройство, озеленение при домовой территории. Дом строится по монолитной технологии, внешняя отделка, будет вентилируемый фасад. Также рядом находится жилой комплекс «Айтауэр», который из одной секции состоит, 21 этаж, в котором будет предусмотрено 160 квартир, кладовки 73 штуки, парковочные места, 84 машиноместа в подземном паркинге. Отличие в том, что высота потолков всех этажей в жилом комплексе «Айтауэр» будет составлять 3,05. В отношении локации практически место почти одинаковое, тут разница буквально 300 метров, просто жилой комплекс «Айтауэр» получается ближе к московскому шоссе, а «Дискавер» получается внутри жилого комплекса, и более удаленно от центральных дорог, здесь более тихое, спокойное место. И в зависимости от того, как вы предпочитаете обустроить свое жизненное пространство, вы можете выбрать как ЖК «Дискавери» в глубине микрорайона или уже ближе к московскому шоссе, жилой комплекс «Айтауэр». Обратите внимание, что долги трехметровые, то есть пока стены серые, но в целом уже все-таки разница есть. Мы сейчас еще придем на «Дискавери», там посмотрим, там 2,75. Но на верхних этажах есть опция трехметрового потолка. Вот, значит, здесь, конечно, еще стяжка будет в сантиметрах 5, и при желании можно будет… Обратите внимание, конные проемы тоже, они больше стандартные, то есть инсоляция света будет достаточно, то есть здесь будут светлые квартиры. Так, это вот лестница, это мы здесь зашли, то есть мы вот в этой двушечке, 71,4 получается. Вот. И здесь за стенкой, возможно, и спряталась та идеальная квартира, до которой мы еще дойдем. Здесь получается трешечка на одна, по всей планировке, то есть одна трешка, раз, два, так, три двушечки и четыре однушечки на каждом этаже. В середине лифтовая зона и лестница. По полной однушечки вы увидели, что здесь напрягается большой коридор, одна зона, большой санузел, отдельное помещение, получается, кладовочка, кухня и спальня. То есть, в принципе, вариант, вот пусть это, можно сказать, смарт-планировка, как мы привыкли к евро-двушкам, но здесь и комната большая достаточно, и кухня маленькая. То есть по почте получается у нас, значит, например, вот в этой квартире, где мы находимся, комната 13 плюс лоджия 4,2. То есть если соединять, то получается почти 20 метров. И кухня, кухня 15,6, то есть она тоже достаточно маленькая. Сейчас мы находимся в трехкомнатной квартире, жилой комплекс «Айтауэр». Эта квартира примечательна тем, что достаточно небольшой площади, 92,5 квадратных метра, но она себя включает гораздо больше, чем в обычной любой другой квартире, любого другого комплекса. То есть здесь присутствует отдельная гардеробная 2,7 метров, три санузла, значит, гостевой санузел, 3,8 метра в коридоре, в спальне большой санузел 6,5 метров, и в еще одной спальне достаточно большой санузел, 5-метровый, где угловое панорамное окно. То есть это трехкомнатная квартира с большой кухней-гостиной. Она проходная, мастер-кухня, площадью 18,9 метров. Комнаты, получается, у нас спальни 13,1, 11,8 и 16,9, почти 17 квадратных метров. То есть достаточно небольшая площадь общей квартиры, менее 100 метров, 92,5, но вмещает в себя практически все, что требуется, включая лоджию. Лоджия 4,2 квадратных метров из спальни. Ну вот, пожалуй, все. Ну и фишка этого дома, вот эти красивые, красивейшие угловые окна. Ну что, вот она, наверное, идеальная квартира, как считаете? Или маловато будет? То есть здесь будет тройной стеклопакет, они будут усиленной прочности, чтобы, допустим, в верхних этажах там будет в полстепления, чтобы, как говорится, нижняя часть не надевалась, а более прочная была, а вверх необычная. Ну, тоже тройной стеклопакет, и будут усиленные рамы профиля, которые позволят безопасно, комфортно жить в нашей квартире. Все обе секции одинаковые по планировке, просто они на 90 градусов сориентированы, получается, вдоль московского первая секция, а вторая, получается, перпендикулярна по 90 градусов. Между ними подземная часть паркинга будет находиться, здесь соединительный перешейк будет в виде стилобата одноэтажного, и дальше вокруг благоустройства будет гостевая парковка, детская, детские спортивные площадки, озеленение. Поехали! Мит Ray! Мит Ray! Мит Ray! Вот. А мы все ищем идеальную квартиру. Ну что, какая у нас самая идеальная квартира из того, что мы смотрели? Разделились. Ну не обязательно, из всех можно выбрать. Трешка. Самая хорошая. Ну что ж, пойдемте посмотрим, убедимся. Это трехкомнатная 96,4. Это, наверное, самая большая на этом комплексе. А для обычной классической семьи из трех человек идеальный вариант вот этого шляп 9 и 1. Пойдемте посмотрим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok С нами новоселье ближе